Привет, друзья! Меня зовут Алекс, и мы с вами в игре метро Exodus смотрим вдаль, а если быть точнее, на дамбу, на ГЭС, на которой нам с вами, в принципе, и нужно будет пересечься со своими, так сказать, коллегами-сослуживцами. Но предварительно нужно пересечь болото, проя через лагерь вот этих вот отъявленных типов. О, тут прям несколько точек, я гляжу. А-а-а! Я понял, я понял, понял, понял. До встречи, Олька, я надеюсь, что мы с тобой еще встретимся, не последний раз, надеюсь, мы ее видим-то. Она очень миловидная дева, я не думаю, что нам стоит с ней прощаться навсегда. Вообще, очень хочу, чтобы она на поезде очутилась. Лестница оборвана, ну типа как бы ушел, так ушел, и все. Значит, мы с вами, в принципе, здесь еще можем увидеть пару... Пару могил, кстати. Кстати, кстати, здесь... Здесь вот та деревуха, в которой мы бандитов нагнули. А вот он, кораблик. А там вон чертила сидит. Его за деревьями, правда, не видно. Ну да ладно, он нам, в принципе, даром не сдался. У нас сейчас совершенно другие цели. Надеваем наш излюбленный прибор. И читаем. Здесь лежит вожатая Таня. Погибла, спасая младшую группу от стаи волков. Ну пипец. Может, колокол с собой заберем на ютуб? Будете в него звонить. Здесь лежит вожатый Димчик. Убил четверых бандитов в рукопашной. Погиб от ран. Вообще, просто дикость полнейшая. А вот... Вообще, ужас. Здесь лежит вожатый Воха. Спас схваченных товарищей. Погиб в бою с мародерами. Вообще, просто дикость. Ну реально. А, вот здесь можно пройти туда. Но там делать абсолютно нефиг. Мы поэтому туда не пойдем. У-у-у. Неожиданно. Неожиданный приток деталей обнаружился. Абсолютно непонятно, как эта система здесь работает. Ну, я только одно знаю, что она здесь работает через жопу. Поэтому, в принципе, с ней шутить не стоит. О, сколько здесь спусков. Ты погляди. И по лестнице здесь можно спуститься. А, это кролик. Это коголик. В общем, самый клевый и самый полезный путь здесь... Это спуститься на тарзанки. Чего, чего, чего? Нет. Показалось. В этот раз, проходя, найдя ПНВ-ху, в том домике, как раз-таки, где должны были Алешу изначально держать до суда. Там я и нашел эту ПНВ-ху. А в прошлый раз я просто не обратил, видимо, внимания. И она нам сейчас очень хорошо поможет. Мы будем видеть этих упырей абсолютно четко, хорошо. Темка, сколько времени? Час 48. Ну, я думаю, мы до рассвета должны успеть. Еще один арбуль. С говенными плечами. Да ладно, тогда мы его вот так вот возьмем. Чуть по стеклам мы ходили. Давай до ночи поспим. Поспим мы, значит, с вами до ночи. Чтоб уж наверняка, как зашел, так и, блин, как говорится, как зашел, так благополучно и вышел. И все в ночи. Потому что в прошлый раз, когда я проходил, уже явно день наступал. Уже просто тупо становилось реально очень светло. И это была такая дикость. Это ужас. Я, значит, тихорца иду. Во сколько ты меня разбудил? В 22 часа. Нормуль вообще ночь. Поехали. Какое-то дерево пластилиновое оказалось. Здесь вот есть еще и ловечек, в котором немножко химии было. И, в принципе, и гриб. Это единственное, что в этом месте было полезное. Здесь нам с вами ничего не остается интересного, кроме как проникнуть на базу и пройти через закутки. То есть, можно было напрямки пройти вот здесь. По вот этим вот палетам. По этим вот помостям. По вот этим вот. Мы с вами пойдем, как всегда, изысканным, странным, мистическим путем. Подожди, я что-то сделал не так. Вот дуралей. Лестницу просрал, не заметил. Слишком стало светло, что я аж дорогу не увидел. Когда было темно, все видел. Но как посветлело, вернее. Окей, ну да. Посветло, именно батарейку падла, жрет просто. Так. Так. Вот же принесла нелегкая на нашу голову. Чего принесла? Да ничего, а кого? Слышал, чужака пионера поймали. Ну, а чего он? Да сбежал. И черт с ним, он просто не один был. Ну и что, никуда не денутся. Ну, первый может и не денется. А второго сколько не ловит, уходит. Ишь ты, скользкий фир. Это значит, если мы его поймаем. И я о том же. Как вот торчит. Да, вожатыми будете прям, вообще прям. Прям теми еще. Самыми отъявленными вожатыми будете. Чуть так светло. Ты давай, второй, уходи. Меня просили никого не убивать. По возможности, по крайней мере. Давай, повернулся и ушел. Ну. Да вали ты уже оттуда, слышь. Не можешь своего сладкого друга покинуть. Или это опять глюки скриптов? Или что? Почему он не уходит? Ну. Свалил бы он, что ли. Что за беспредел? Ты мне еще шипеть будешь, слышь? Иди домой. Вон, к детям своим. Да иди ты занимайся своим маршрутом, а. Ребята, это реально абсурд какой-то. Какого хрена он стоит? Пока он тут стоит, мы не можем вообще ничего сделать. Вообще ничего не можем сделать. В прямом смысле. Что тебе хоть надо? Вали отсюда. Да вали, говорю, отсюда. Что ж нам делать, а? Здесь реально я западло какое-то время сколько? Одиннадцатый, пока еще есть время. Так, ладно. Сейчас сделаем рывок. Точно идет туда. Выхода просто нет. На-ка. Вот реально не было выхода. Ну просто не было выхода. Ну вообще никак, ни разу. Нифига, у них тут уже пушки. Калаши пошли. Тихонечко, помаленечку. Тот чертила нас не видел. Все прекрасно. Все отлично. Все шикарно. Этому в пятак заехать. Да. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Потихонечку, помаленечку. Есть очень опасный момент. Звучит музыка Да, слышал. Но это точно не наше. У нас тут дураков нету. Этот чувак мешает, реально. Ну, значит, чужак. Похоже, он. Как думаешь, к вам ты ему? Конечно. Думаю, да. С хозяином шутки плоти, сам знаешь. Мм, ага. Заходи, поворачивайся, иди к печке, проверяй макароны, прилипли, не прилипли. А мы тебе немножко голову сломаем. Совсем чуточку мы голову ему сломаем. Чуть-чуть. Вообще, на полшишечки. Капельку совсем. Сохранялочка. Все как положено. Здесь вот опасный момент. Очередной. Опасность. Ух, красавчик. Вроде весь лес, как свои пять пальцев. А тут не по себе. Что это нахрен было? Привет еще раз, Люда. Сложная записка. Кстати, о психах. Адмирал со своей командой остался на старой лесопилке, представляешь? Говорит, чем тут сидеть и ждать, пока мутанты на берег полезут? Лучше бить их на подходе. Они точно психи. Но они готовы рискнуть всем, чтобы сделать жизни всех наших немного легче. И я не смог их отговорить. Вот этих ребят, ты представляешь, мне просто бросить. Прости, но нет. Удачи вам. Твой Алекс. Это не я писал. Это не я писал. Чудила-мудила, ты где? Мудила-чудила. Бля, вот он стоит. Балево-то какое. Балево-то какое. Давай, иди сюда. Сюда, сюда, сюда иди. Сюда иди. Радар потрясная вещь. Можно было подойти ему сто раз головешку уже свернуть, но я думаю, что лучше ему где-нибудь здесь поближе сделать. Это. Косметическую операцию ему сделать. По повороту головы. Как у совы. А ты туда ходишь, блин. Туда опасно. Давай-ка сюда. Здесь интереснее. Подходи, не стесняйся. Подходи, не скупись. Покупай живопись. Вроде шевелило что-то. Интересно. Ты сюда решил сходить? Почему так все надо делать? Не по-человечески. Грубо так. Я ему говорил, подойди сюда. Будет тебе комфортно, удобно, приятно. Если ты этого раньше никогда не делал, мы тебе, так сказать, облегченный вариант устроим. А ты там что кривляешься стоишь, а? Меня просила Олька вас не убивать. Сколько мы человек убили сейчас в этой деревне? Одного, по-моему. И все. Потому что он, падла, не пошел по своему маршруту. Он должен благодарить разработчиков, которые сделали кривые скрипты. Ты пойдешь или нет? Или ты будешь там кривляться 25 часов в сутки? Может, мы втихаря сможем к нему подкрасться вот так вот? Привет, друг. Не дождался я твоего похода. Выхода на бис. На пис-пис. Что-нибудь интерес. Вот это поворот. Поворотец, ядри его в кочерыжку А вот этот так и будет сюда смотреть, да? Бесконечно долго Ладно, не страшно, мы ему поможем Так Вы мне скажете, на кой лято вообще ты сюда поперся? А я сам скажу, не знаю Реально не знаю, зачем ты сюда поперся По привычке Как говорится, привычка вторая натура Я думаю, что нам с вами, как говорится, хочется, не хочется Придется замочить того черта А здесь, кстати, пройти можно на те вышки? Нет, нельзя Того черта нам придется с вами Изничтожить вот этого вот Хочешь, не хочешь А придется Насколько мы с вами гуманисты Насколько мы проходим Человеколюбче Эту Так сказать Игру Не убей брата своего И так далее Ну, придется Он реально здесь как Не знаю Как заноза в жопе просто А что еще Туда можно сплавать? Я не сделал самого главного Я не сделал самого главного И мне никто об этом не сказал А чертила это только стоит Смотри Давай, включай Крусавчик Вот этого надо чирикнуть В головешку Прости меня, Олька Другого выхода Просто не было Просто не было Другого выхода А сюда для чего? А сюда тоже можно было поплыть И без того чудилы Мы с вами смело Можем просто брать С ближним светом У нас лодка Без того чудилы Мы вообще сможем С вами смело Вот сюда поплыть Причем это очень интересный момент Может быть здесь есть какая-нибудь Соль Нет, не соль Спайсы Не-не-не-не-не Я не об этом Да, мы в противоположную сторону плывем Тунграбы Не, в этом смысла никакого нет Абсолютно абсурдная затея Абсолютно Ладно, ладно бы здесь была винтовка Гаусса Там еще чего-нибудь А здесь ни хрена нет Кроме Говна Плавающего И все Что это за страшные такие звуки До-ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо не стой под стрелой так что здесь произошло как он загорелся как ты загорелся у на лодке можно было свет выключить охренительно а мы с вами и даже не трогали свет не могу с фонариком так вырви глаз нет лучше с фонариком вот это поворот вот это поворот здесь ничего вообще не сказать или что с что что угодно сказать не сказать вообще ничего по сути начинаю обращать внимание на то что в жизни очень много вещей которые описать словами просто нельзя это что нельзя потому что кто-то не дрон не разрешает а нельзя потому что это невозможно авоська поднимемся мы вот всю дым давай темка вырви глаз одевай молодчина и дальше полезли что есть в котом кита висит диана кстати ведь страшные звуки здесь я наблюдаю который мне явно не нравится так значит патрончики у стропа ухты ядрить чушь ты мне так пугаешь второй раз подряд причем на стульчак он не хочет садиться восседать чем хоть посмотрим за сколько времени мы умудрились пройти мы проснулись с вами в 10 30 по моему да а сейчас 10 30 что за три часа мы с вами управились соление варенье брать он не хочет я принципе был уверен в этом ну что друзья а на этой прекрасной замечательной красивой удивительной ноте мы с вами закончим эту серию мы все-таки вырвались и дошли до этого момента на котором я и обнаружил то что нету ничего и пришлось мне перепроходить все заново но плюсом этого мероприятия оказалось то что у нас теперь есть пнв х благодарю вас за внимание друзья не забывайте подписываться на канал бейте в колокол и вступайте в паблик контакте пишите свои комментарии ставьте лайки и не забывайте нажимать на кнопку а и в правом верхнем углу экрана я там подобрал интересные плейлисты всем удачи и до встречи